добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики работа с нашими тяжело больными батарейками продолжается и давайте посмотрим что чего мы достигли чему пришли спустя так сколько у нас времени прошло 17 часов 53 минуты батарейки приняли 21 и 4 ампера сейчас идет до заряд и что я хочу сказать что иногда не вовремя высказанное предположение плавно переходит бахвальство в том плане что как я вчера сказал что основной заряд очень быстро пролетит якобы как фанера над парижем с фанерой не так все правильно как хотелось бы дело в том что я сегодня приехал и у нас еще шел основной заряд и закончился он на отметке 0 9 ампер потоку 14 4 вольта и буквально где-то еще сейчас он поработал основной заряд и кулон перешел до заряд что хочу сказать по работе кулона кулон работает более чем некорректно мне не нравится его работа с той задачи которую мы ему поставили он не справится вот почему посмотрите значит максимальный ток у нас на 4 ампера вот сейчас остой смотрите от 100 и 13 9 мы задали значение 13 4 13 9 он опять переходит на добавление тока то есть он работает не по тем значение которое значением которые мы ему назначили нижний порог 13 4 а видимо работает либо по таймеру либо хреново знает как но короче кулон нам придется отправить в навоз и плавно переместиться на вымпел вот сейчас на этом выпили я а докончу цикл батарейку перемещу в другое место а этими нашими больными пациентами займется уже вымпел так но я подключение это запишу выделю какую-то отдельную часть работу с вымпелом а пока я хочу поговорить на тему вот этих вопросов подсказок которые мне пишут подписчики спасибо конечно вам огромное за комментарии за отклики за предложение но вот по поводу того что стоит залить долить немножко электролит батарею что якобы или дистиллированная вода у нас имеет что дистиллированная вода это диэлектрик и процесс не получится ну давайте проведем простейший эксперимент дело в том что электролита в батарее присутствует и при заливке дистиллята он моментально связывается даже малейшая часть электролита который был на поверхности он тут же дистиллированную воду водя же давайте проведем быстренько эксперимент вот такой вот значит есть у нас вода дистиллированная заливаем ее в подготовленную тару обрезан так но сейчас по чистоте воды я сказать ничего не могу дело в том что эту бутылку я открыл немножко пораньше она уже была в работе и возможность я сливал со шприца остатки воды поэтому да вот два прибора будем использовать значит ппм метр он показывает 206 это в принципе как бы допустимо для заливки аккумуляторы такая вода но что хочу сказать я пользуюсь только вот такой водой уральт который имеет абсолютные нули по частоте ппм и теперь значит мы мерим берем page ph метр и меряем пупы аж чистоте ой батарейка батарейка силу надо 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 вот что-то он у меня показывает некорректно сила батарейка так ну давайте давайте наверное я поставлю на паузу переставлю батарейку с ппм метра ой с ппм метра и замерим все таки паш какой паш в этой воде нормальный паш нейтральный от 6 до 7 с половиной наиболее желательный для человека это 7 с половиной для питьевой воды но нас интересует вода что присутствует в воде либо щелочь либо кислота если это меньше 6 то и ниже то это уже кислотная вода если выше то вода щелочная так давайте поставлю на паузу переставлю батарейку переставил батарейку с ппм метра но она оказалась еще хуже потом вспомним что твою ж мать я же аккумуляторщик и слегка подзарядил батарейки здесь и так делаем замер вода показывает число 14 14 23 явно кислотный кислотный плаш так ну давайте возьмем вот такую пипетку с рефрактометра промоем ее чуть-чуть выльем воду и пробуем немножко достать если получится электролит хотя бы смочить нет ничего не получается а нет что-то мы достали что-то есть ну-ка давайте сюда водичку водичку так ну-ка замерим ппм появилась у нас что-нибудь так 075 075 маловато будет давайте какая-то у нас баночка более жирная было попробуем вот отсюда достать опа есть вот отсюда мы откачали электролит здесь он присутствует добавляем воду и размешаем меряем ппм отличный результат 441 и теперь измеряем ph так выключаем включаем и меряем то я первый театр не хочет работать ph метр давал его попользоваться и вот результат видать утопили или честно сделали но надо покупать новые аккумуляторы нет не хочет мерить не хочет мерить ладно я постараюсь разобраться с ph метром попозже но по крайней мере явно видно что в электролите присутствует какая-то примесь то есть это не чистая дистиллированная вода которую я достал с этой батарейки поэтому разбавлять электролитом я не рискну ребята как бы убедительно не звучало не звучали ваши комментарии вы меня конечно за это извините я рисковать чужими батареями не буду возможно есть результат но я наглядно его не видим чтобы при добавлении электролита который используется в аккумуляторах это серная кислота был реальный были реальные результаты на именно батареях от же так ну ладно опять ставлю на паузу перед нет еще не переключаю еще там цикл у меня не закончился следующее включение будет при переключении зарядных устройств и дальше мы начнем работать уже с выпивом переставил батарейку с ph с ppm метра но она оказалась еще хуже потом вспомним что твою ж мать я же аккумуляторщик и слегка подзарядил батарейки здесь и так делаем замер и вода показывает число 14 14 14 23 явно кислотный кислотный плаш так ну давайте возьмем вот такую пипетку с рефрактометра промоем ее чуть-чуть выльем воду и пробуем немножко достать если получится электролит хотя бы смочить так ну ничего не получается а нет что то мы достали что то есть ну ка давайте сюда водичку водичку так вот 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 замерим ппм появилось у нас что-нибудь так 0 75 0 75 маловато будет давайте какая-то у нас баночка более жирная была попробуем вот отсюда достать опа есть вот отсюда мы откачали электролит здесь он присутствует добавляем воду и размешаем мерим ппм отличный результат 441 и теперь измеряем ph h так выключаем включаем и мерим то я первый театр не хочет работать ph метр давал его попользоваться и вот результат видать утопили или что с ним сделали но надо покупать новые аккумуляторы нет нет не хочет мерить не хочет мерить ладно я постараюсь разобраться с ph-метром попозже но по крайней мере явно видно что в электролите присутствуют какая-то примесь то есть это не чистая дистиллированная вода которую я достал с этой батарейки поэтому разбавлять электролитом я не рискну ребята как бы убедительно не звучало не звучали ваши комментарии вы меня конечно за это извините я рисковать чужими батареями не буду возможно есть результат но я наглядно его не видел чтобы при добавлении электролита которые используются в аккумуляторах это серная кислота был реальный были реальные результаты на именно батареях fgm так ладно опять ставлю на паузу перед нет еще не переключаю еще там цикл у меня не закончился следующее включение будет при переключении зарядных устройств и дальше мы начнем работать уже с ну что друзья не стал откладывать долгий ящик переставила на выпил наших пациентов значит первоначальная нрц было 13 9 и буквально где-то минуты 2 3 нрц упала до 13 7 поэтому будем выставлять следующие настройки так алгоритм 3 так напряжение 1 выставим 14 7 14 и 7 напряжение 3 выставим 13 с половиной на процесс будет долгий но будем так говорить эффективный итог увеличим до 8 ампер 8 ампер я сомневаюсь что он начале будет брать но если мы подойдем порогу когда он все-таки начнет брать 8 ампер значит мы достигли каких-то результатов так 13 7 урубаем на заряд продолжаем дальше мониторить отдаем здоровья и восстановления а джим батареек в руки 55 выпила думаю еще сделаю сегодня еще одно включение конце рабочего дня конце рабочего дня посмотрим на динамику возможно ради интереса сделаем замер какой нибудь одной хотя бы батарейки и посмотрим что у нас что у нас получается ну что друзья борьба с ветряными мельницами у нас самом разгаре все записывать не стала потому что это кролик получается очень длинным и по сути дела пока ни о чем он проработал на вымпеле часа два с копейками и вымпел у нас также ушел в глухую защиту лаворону то есть он пишет заряд окончен независимо от того дает он заряд или не дает выровнялся ЭДС и поэтому по сути дела работа швам холостую повешиваю нагрузку порядка 20 с лишним ампер 20 с копейками и где-то полтора часа час до полтора часа час 40 наверное нагрузка висит нрц резко упала у нас до 12 с половиной и на этой отметке оно стало но сейчас задача основная задача этого разряда была не высадить батарею а освободить немножко места для того чтобы ЭДС не выравнивался хотя бы на протяжении 16 там сколько 18 часов пока я оставлю ее на ночь чтобы выпил поработал ночью и ушел вымпил глухую оборону сразу после того буквально как я добавил зарядный ток увеличил до 10 ампер на сейчас мы зарядный ток снизим до 4 ампер и также в третьем с третьим алгоритмом с теми же параметрами оставим эту батарейку на десульфатизацию на всю ночь ну а теперь давайте наверное замерим показатели хотя бы на одной на самой тяжело больной батарейки что у нас батарейка покажет после этой работы и небольшой просадки конечно для 800 ампер суммарной емкости батареи 30 ампер которые ориентировочно 300 ампер которые мы вытащили с них капля в море ну по крайней мере у нас будет место для того чтобы вымпел немножко поработал с десульфатизацией этой батареи так ну давайте поставлю на паузу и подключу тестер вот выставил 700 ампер которые мы изначально задали ориентировочные и давайте сделаем замер самая слабая батарейка так и что мы видим 18 процентов по посоху заряд полный амс вернулась на 12.84 и 300 ампер укатывает батарея ну по крайней мере уже не 255 как было изначально после первичного заряда и 24 ампера так было на момент приемки ну какой то есть результат ну и конечно результат печальный плачевный и этот результат он никого не устроит ни меня ни клиента ну что ж на этом сегодня будем закругляться да в начале ролика я там снимал про PH тестер что то он по моему начал немного подключивать поэтому его показаниям доверять не стоит а ППМ он работает пока исключительно ну что еще хочу добавить батарея аккумуляторы которые стоят на пашке я все таки зарядил зарядил полностью сейчас он показывает но показать показания какие то неправильные не знаю давал его в пользование что им там мерили не знаю суп борщ перемены замеряли ну показатели честно говоря некорректные ладно всем добра удачи и пока до следующей серии не 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 это не не Продолжение следует...